Начинаем, так что присаживайтесь, занимайте места. Продолжение следует. Супер. Ладно, давайте тогда начинать. Меня зовут Владимир. Мы сегодня в 2019 году собрались в еще большем комьюнити, чем в предыдущие годы. Растем, здорово. Рад всех вас видеть, кого знаю, кого не знаю. Всем привет, в общем. Сегодня очень много интересных докладов получилось. У нас первый спикер Валентин будет рассказывать про GSS. Потом по списку Артем расскажет про Sitecore Message Bass. Ждем с нетерпением. И третий спикер Антон будет рассказывать про Sitecore Experience Analytics. В общем, много интересного. Будут сюрпризы. Валентин. Успехов. Спасибо. Всем привет. Тогда много новых лиц. Мне интересно, есть ли люди не с EPUM, SamSolutions, V.I.U, Colors, Brimita и VM Reply, да, новая компания? Один человек? И тоже сеткором занимаетесь или... Сау-соу. Окей. Вот еще один знакомый человек пришел. Привет, Артем. Я сегодня хочу рассказать про GSS и Helix принципы в реальном проекте. Я буду по-русски говорить, если никто не против. И наш первый сайт, который мы сделали с этим подходом, Sitecore Headless, и вышли в лайв, но не вышли. Так получилось, что был затык с контентом, и до сих пор продолжается этот затык. И даже не знаю, возможно, в конце месяца сайт все-таки выйдет. Я вам сегодня его покажу. То, что есть. Обо мне. Вы уже представили. Да, я Валентин Шендеров, Sitecore Developer. 7,5 лет, Sitecore. Что сегодня будет? Немного теории о GSS, Helix и вообще Sitecore. Как мы начинали этот проект? Что мы выбирали по направлениям? Как мы комбинировали GSS с Helix принципами? Что мы кастомизировали? Ну и пару советов и трюков, возможно, кому-то пригодятся. Что сегодня не будет? Фронт-эндные советы. Должны были делать доклад с нашим фронт-энд-девелопером, который был также на этом проекте, но он живет в Голландии и не смог приехать по семейным обстоятельствам. Также не будет поддержки GraphQL, Azure Деплойментов, персонализации, аналитики. Это все планируется в будущем тоже развиваться у нас в компании, но не в этой фазе. Еще, если видите, внизу есть Progress Bar. Это для всей презентации. Чем ближе он... Значит, я закончу скоро. Так, что такое Headless? Это из Википедии определения. То есть это бэкэндон для системы управления сайтом. Построен как репозиторий для хранения и выдачи контента через REST API на любой девайс. Какие бенефиты? Их много. Я какие-то сюда выписал. То есть, бруф-концепты для будущих имплементаций, свобода для фронт-энд-разработчиков, улучшение перформанса, какие-то advanced case, PVA-приложения, которые, в принципе, наше будущее, технический агнестицизм, то есть смена CMS, когда решили ее изменить, без смены фронт-энд-части. Но это все в теории. И что сделал Sidecore, чтобы поддерживать Headless решение? Он сделал Sidecore GSS. Это набор для разработчика, то есть это библиотеки, какие-то инструменты для того, чтобы этот Headless подход применить. Вот это объявление с их сайта. Также на сайте есть такая интересная картинка, из чего состоит GSS. Это NPM-пакеты и клай, то есть командная автурлита для работы с GSS. Это Layout-сервис, как GSS-сервер раньше назывался, то, что вы ставите в свой салюшен. Это компоненты для сервиса рендеринга, и это сервис для импорта JavaScript-манифестов при Code First подходе. Мне интересно, кто работал вообще с GSS на данный момент. Отлично. Почти 30% человек. Кто работал с Helix? 70%. Супер. Значит, про Helix можно, в принципе, сильно не рассказывать. Про GSS для тех, кто сильно не работал. Еще одна диаграмма сайта документации GSS. Вот, как вы видите, это настройка над сайт-кором, которая, во-первых, я даже могу показывать, вот, добавляет импорт-сервис для импорта JavaScript-манифестов. Вот они. И это также layout-сервис, и возможность рендеринга либо через встроенный Vue Engine, через Node.js, либо через выделенный Node.js-сервер, который может быть даже на Linux находиться. Также это есть еще дополнительные сервисы типа Dictionary, GraphQL. Про это сегодня речи не будет, как я уже говорил. Но тоже интересно, и про это тоже есть документация. Подходы по реализации GSS-проектов. Их два. Согласно документации, первый – это Code First. Это когда разработку начинают JavaScript, фронт-энд-разработчики, и с помощью JavaScript-манифестов описывают сайт-кор-айтемы, сайт-кор-темплейты. И потом все это импортируется в сайт-кор-солюшн через импорт-сервис. Либо сайт-кор-ферст, когда у нас лидирующую позицию занимают сайт-кор-разработчики. Мы внутри компании, внутри сообщества сайт-кор обсуждали это название. Есть другой вариант – это Contract First. Он более правильный, потому что все-таки фронт-энд-разработчики тоже участвуют в разработке. И суть в чем? В том, что есть контракт между фронт-эндоволоперми и бэк-эндоволоперми. Он о том, как React или другие фронт-энд-компоненты, других приморков будут взаимодействовать с сайт-кором. То есть Contract First более оптимальный, как мы решили название. Также есть различные способы модов для приложения. То есть это либо Disconnected Developer Mode, это режим, когда просто фронт-энд-разработчик разрабатывает солюшен через Моки, общается с какими-то данными, то есть сайт-кор вообще не участвует. Connected Mode, когда уже присоединяется сайт-кор к фронт-энд-приложению. Connected Mode, когда уже есть возможность совершать сервер-сайт-рендеринг на уровне сайт-кора. Настоящий Headless Server-Site-Rendering Mode, когда вы можете рендерить сервер-сайт на выделенной Node.js-энварменте. Либо дефолтный Headless IP-only Mode, когда вы используете сайт-кор только как поставщик IP для контента. На сайте GSS-документации указано так, три первых типа это для разработки, то есть Disconnected Connected, три последних это для продакшн-мода. Вот как показывает практика, если вы собираетесь делать настоящий Headless Server-Site-Rendering Mode, то есть True Headless, начинайте и разрабатывайте в этом формате, потому что с этим будут проблемы. Я про это позже чуть расскажу. Так что разработка также касается четвертого пункта. Helix почти все знают, судя по аудитории, набор принципов, которые сайт-кор предложил 2-3 года назад по компонентной разработке. Это позволяет оптимизировать и расширять решения, то есть лучшая поддержка для сайт-кор решений. Ну и тоже с сайта Helix, а диаграмма, по компонентной взаимодействии зависимости, с лавиной модулей. Тоже предлагаю это минимально пропустить, потому что будет еще очень много демо всяких. И начнем мы, да, с первого демо, это наш сайт, который пока так еще не вышел в лайф, но я вам его уже покажу. Небольшие технические сложности. Так, вот наш первый GSS-проект, хоумпейдж, все красиво, красочно, модно, молодежно. Как я уже говорил, не все еще по контенту заполнено, но если мы перейдем в панель разработчика, посмотрим, как все это работает, это обращение к тому самому layout-сервису GSS, и все данные мы получаем оттуда. Вот. Сайт компании UBIU, я сейчас в данном метре являюсь сотрудником компании Colors, мы стали частью группы компании UBIU, и было принято решение реализовать сайт на последних технологиях. То есть отличный способ начать что-то делать на GSS, когда у тебя не настоящий заказчик. Я вернусь к презентации. Отлично. Как мы все это делали? На тот момент мы начинали, был Sitecore 9.02, последняя версия. GSS, позже расскажу, мы начинали с Technical Preview 4. В момент разработки вышел General Availability Release 11. Подход Sitecore Contract First, это я уже рассказывал. Headless Service Entering Mode, так сказать, True Headless. Frontend Framework React, ну и, в принципе, Helix. Так уже говорил, начинали мы на GSS Technical Preview 4, в момент разработки вышел 11-й. Процесс апдейта занял у меня полчаса на все решение, то есть никаких глобальных изменений между этими версиями не было, там буквально пару frontend фиксов. В данный момент последняя версия Core 9.1, последняя версия GSS 11.02. Если будете начинать с нуля, мы будем ориентиры, что пробовать. В самом начале проекта стал вопрос, какой фреймворк выбрать для разработки GSS, поддерживать 3, React, Angular, Vue. Наше решение было принято, исходя из экспертизы, в нашей компании есть только React-разработчики. Поэтому выбора особого не было. Если у вас 2-я экспертиза, полностью есть документация отличная и для Angular, и для Vue. То есть вы, исходя из этого, принимаете тоже свое решение. После выбора фреймворка стал вопрос, как хранить исходный код, потому что вроде как решение независимое для фронт-энда, для бэк-энда. Были предложения сделать 2 репозитория вообще независимых. То есть в одном хранить фронт-энд приложение, в другом сайт-кор хедлесс часть. Но долго думали, решили, что все-таки будет лучше все хранить в одном репозитории. Вот пример хранения папок. В одном корневом каталоге есть app для React-приложения, solution для решения. В чем бенефит? У вас всегда одна версия, синхронизированная фронт-энд-приложения и бэк-энд-приложения, и никаких конфликтов быть не может, потому что вы выкачиваете всегда одну версию. Также потом нашли в документации GSS, что есть такая рекомендация, один репозиторий. Code First и Contract First тоже. Начинали пробовать Code First. Было очень интересно нашим фронт-энд-девелоперам самим реализовывать все приложение. Как показала практика, ничего более-менее сложного на сайт-коре вы на JavaScript не напишете. Поэтому после первой недели проб мы отказались от этого и перешли на Contract First. Вообще Code First — это сайт-документации GSS для раннего проэнсипирования, для проектов, где JavaScript разработчики занимают ведущие роли, их большинство в команде, где контент-девелоперам не нужен сайт-кор, где контент вашего приложения будет храниться в легких структурах, в несложных структурах, либо где вы начинаете разработку с построения фронт-энд-приложения, а потом подключать в сайт-кор. Казала практика, можно работать с сайт-кор First и тоже не давать фронт-эндщикам нужды ставить сайт-кор в себя. Вернуть к схеме всего GSS workflow, и главная часть тогда в Code First разработки — это импортировать. То есть после того, как JavaScript-манифесты написаны фронт-эндрозработчиками, это все надо импортировать в сайт-кор. Когда вы ставите дефолтный пример сайт-кора, например, React-приложение, вы можете сразу все это импортировать, посмотреть, как это получается. Все это кладется в одну папку, и кастомизировать все это очень сложно. Так что какие-то лендинг-решения я посоветую так сделать, какие-то сложные решения лучше все-таки выбрать Contract First. Опять же, с сайта GSS-документации проект ведется все-таки разработчиками, как вид-девелоперами. Более сложное решение с точки зрения экстектуры, например, у вас в одном сайт-кор инстансе старый сайт-кор подход, MVC-подход плюс GSS-вебсайт. Также позволяет сайт-кор-девелоперам разрабатывать партнерскую, и GSS-приложение деплывается вместе с вашим решением через, например, CI-процесс. Как я уже говорил, мы остановились на Contract First подходе. Наш фронт-энд разработчик, наш фронт-энд разработчик, и бэк-энд договаривались о контракте, о структуре данных, который будет взаимодействовать между React-компонентом и JSON-рендерингом сайт-кора. Фронт-энд разработчики работают у нас с помощью React Storybook, в нем они создают свои компоненты, и в нем описывают дефолтный файл структуры данных с какими-то тестовым контентом. Бэк-энд-разработчик может этот файл использовать как ориентир, какая структура у данного компонента, что реализовывать в JSON-рендеринге в сайт-коре. Давайте еще посмотрим одну демо. Как раз об этих Data-JSON-контрактах. Я открою Visual Studio Code и покажу вам компонент примерный. Для примера я буду использовать компонент PageHeader. Вот наш PageHeader-компонент, это обычный React-компонент, который с React-ом. Интересно. Довольно много людей, когда, в принципе, многие поймут. Есть такое понятие свойства, компоненты, properties. И, в принципе, это да, это точка взаимодействия с сайт-кором будет эти properties. В... Описано мной... Всем видно, нормально? Плохо очень, да? Сейчас, да, зазминем. Так. Так уж и? Да. Отлично. Вот properties, точка взаимодействия с сайт-кором. У меня плохо слышно, говорят. Data.jsone-файл, который я уже указывал. Вот он. Так называемый контракт. Свойства с тестовым контентом. Так, сейчас я перейду в сайт-кор и покажу тот же самый компонент в формате жестового рендеринга. Так, вот сайт-кором. Так, вот сайт-кором. Так, вот наш пейс-хайдер-компонент. Точка взаимодействия также по имени компонента. Это... Так, я увидел еще раз. Компонент-мейн. В данном случае, это пейс-хайдер-секшн. То есть ваш айт-компонент называется пейс-хайдер-секшн и ваш компонент-мейн в рендеринге указан таким образом. Так, это русская презентация. Как реализуется связь с сайт-кором с GSS-компонентом на фронт-энде? Это вендеринг-контрин-золвера. Мы сделали такой выбор. Что такое вендеринг-контрин-золвер? Это возможность вас, вам указать, что именно из сайт-кора в формате GSON управлять в ваши айт-компоненты. По умолчанию сайт-кор поставляет этот набор в контрин-золвера. То есть это либо все поля дата-сурса, либо данные о детях дата-сурса, либо контекст на этом и его дети, либо еще возможность фильтровать, выбирать папки. Это все интересно, но когда у вас что-то более сложное встает как задача, вы принимаете решение кастомизировать этот контент-рисолвер. И GSS это позволяет. Это создание вашего кастом-рисолвера с помощью интерфейса iLendering Content Resolver. И опять у нас демо. Сейчас я вам это покажу. Продолжим тот же самый пример с пейс-хедрой компонентом. Вот эта фича. И вот наш Content Resolver. Сейчас я увеличу. Так, он реализует метод ResolverContents. Это, в принципе, та точка, где вы генерируете ваш JSON-ответ. Здесь мы достаем контекст GlassMaker, который был доступен, я думаю, в большинстве, да. Получаем модель дата-сурса, модель гендеринг-параметров и все это мэпим в JSON с помощью Автомайкера. Сейчас я покажу вам. Вот она, JSON-модель. Это NewtonSoft JSON-атрибут, если кто знает. В принципе, вот эти значения для сун-проперции это тот самый контракт, о котором я рассказывал на стороне фронт-произработчика. Вот. Сейчас я вернусь от Core и покажу, где это все хранится. Так, у нас как я уже говорил, вот он наш рендеринг, да, и есть после установки GSS у вас появляется новая секция Layout Service, в которой вы можете рассказать кастомный код-трезобер. Вот у нас указан его путь. Сейчас я покажу деревья сетхора. так, модуль с Layout Service, дадим, вот этот визолберс. та же самая фича и вот наш page хедер. По-хорошему, это просто описание типа, то есть, это ваша сборка и ваш класс. вот. Мы применили этот подход для всех компонентов. Но эта штука работает и работает отлично. Я вернусь к презентации. Итак, я повторю. Кастом рендер контр-резолверы с помощью глаз-мэппера модели дата-сурса и рендер-параметров мы конвертируем в JSON через автомэппер. Какие бенефиты? У вас полный контроль над тем, что Layout Service увозит для каждого компонента. Вы можете добавлять какие-то сложные зависимости типа IP-колов, какие-то search-индексы, все что угодно. И все это X-Adoptable я более подробно расскажу чуть позже. Что еще можно расширять в GSS? Это Context Data Layout Service. Небольшая дема еще раз. Я вернусь к сайту, который я вам показывал VAU. Покажу еще раз что у нас есть в ответе GSS. В принципе, любой сайт хочет как-то трекать свою аналитику. Мы решили трекать через Tag Manager, Google Tag Manager. Если видите, вот у нас в контексте возвращается также дополнительное свойство GTM-ID. То есть, как вариант кастомизации Layout Service. Сейчас я вернусь в студию и покажу вам эти возможности. Так, опять же, Fitch Analytics и Custom Extension для процессора, то есть, где мы добавляем в Context Data это контейнер. Это все отлично реализовано командой GSS. Единственное, что вам надо сделать, помимо имплементации процессора, также его регистрация. Тоже покажу. Вот, вырегистрируется сам процессор и дополнительные настройки указываются, для какого GSS-приложения он будет работать и также для каких раутов все это будет возвращаться. То есть, в данном примере мы вообще для всех страниц сайта возвращаем этот контейнер. Для фронтенд разработчиков потом это значение можно через React Helmet добавлять в TagHead документа. Так. Вернемся к презентации. Что еще было сделано по поводу оптимизации layout-сервиса? То есть, layout-сервис это сервис, который возвращает ваш JSON по умолчанию GSS возвращает вообще все. То есть, ваш контекст на этом, у него есть какие-то поля, все они будут возвращены, в ответе ваши рендеринг-прайметры или любые компоненты будут возвращены. Также JSON будет возвращать все значения, в том числе null-значения. Что мы решили? Это немножко все это дело почистить. И сейчас я это покажу. фондейшн-модули JavaScript services и я добавил кастомные процессоры. Например, вот один из них. секунду. секунду. Так вот, здесь мы перепределяем настройки сериализации JSON-а. Я здесь убираю вообще все null-значения, потому что нашим патент-компонентам не надо, чтобы проперция приходила значение null, оно и так будет распознан как null. Также дефолтный value handling. Допустим, если у вас пустые строки по дефолту, их тоже можно игнорировать. Вот, это чистка кастомизация сериализации. Также я упоминал исключение всех полей контекстного айтема. То есть мы решили как? Мы все компоненты, которые лежат на странице, у всех есть датасурсы, и данные все берем оттуда. Если есть какие-то поля, то же самое page title, что-то еще, все это можно сделать через кастомизацию контекстного реал-сервиса. Я только что это показывал. Все остальное мы просто исключаем. Поэтому вот кастомизация этого процессора айтем-сериалайзера мы просто исключаем все поля контекстного айтема. И еще один кастомный процессор тоже будет интересно. Здесь я просто убрал все рендеринг-параметры из сериализации, потому что, как я уже показывал, при создании кастомных контент-ризолдеров мы все параметры вытягиваем в тот момент. Почему так было сделано? GSS просто сериализует все эти рендеринг-параметры как есть, с таким же именем, с такими же значениями, raw-values, и нет никакой возможности все это изменить. То есть, если у вас есть какая-то там кастомная логика по CSS-классу, который вы должны поменять, просто так вы это не сделаете, можно сделать через кастомный контент-ризолдер. поэтому это просто дубликат этих параметров и мы решили их исключить. Так, вернемся к презентации. Как все это работает с Helix? Я думаю, что многие уже заметили, что это все покладено в фичи и foundation-модули. Мы решили сделать один глобальный foundation-модуль для всех кастомизаций. Он так и называется JavaScript Services Foundation, а также все кастомные контент-резолдеры и Layout Service экстеншены лежат на уровне фич. Ну и вкратце, чтобы еще крепить, вернусь к проекту. Вот он foundation-модуль. Вот. И на уровне фич, каждой фичи, если вам надо что-то для GSS реализовать, это namespace JavaScript Services, вот здесь это Layout Service Extension, для контент-компонентов это вот контент-резолдеры. То есть в принципе все это ложится на уровне кода по фичам. Сейчас покажу это все на уровне сайт-кора. Вот опять же те самые кастом контур-резолдеры, то есть все можно плеером ложить, то же самое касается темплейтов, то есть я думаю, что многие работают с Helix и здесь проблем вообще нет никаких абсолютно. так, вернусь в презентацию. Пару советов и трюков. Самый главный и то, что появилось совсем недавно, это про True Headless Mod, то есть Proxy Mod. Будьте очень осторожны с его использованием. как я уже говорил, у нас самая основная часть заполнения контента началась только сейчас и полезли все проблемы. Мы хотели сделать сайт-кор компанию через сайт-кор. И там, если вы знаете, надо передавать query string параметр для вашего сайта. Так вот, Headless Mod в данный момент не поддерживает query string параметры. Это известный баг. Вчера в комьюнити подтвердили также разработчики GSS, что это есть. Вот. Есть еще проблема с редиректами, то есть они тоже через Headless нормально не обрабатываются. Вот. Чтобы понять, вот он, отдельный Proxy Headless Node Server. Возможно, стоит еще пока повременить с его использованием, либо самому фиксить эти проблемы. Второй совет, это больше для фронтенд-разработчиков. Здесь нет нашего фронтендера, но я тоже его упомянул, что вы можете вашу фабрику по генерации фронтенд-компонентов кастомизировать. По дефолту сайт-кор вытягивать все компоненты из папки Components, из папок. Вы это все можете на ваш лад переписать. Допустим, как я уже показывал, у нас все разбито по структуре паттернов, молекулы, атомы, чтобы только нужные компоненты вытягивались для вашего сеткор-решения. Еще один совет, используйте сеткор-инсталл-фреймворк. По дефолту, если вы заходите на сайт сеткора, это просто пэкэдж, но также, если вы посмотрите внимательно, там есть еще ST-VDP пакеты, и вы все это можете красиво устанавливать через сеткор-инсталл-фреймворк. Мы это сделали, это все отлично работает. Единственное, что там есть какие-то косяки с инсталляцией файлов баз данных. Наш подход был просто все стилизовать в Unicorn, все нужные данные и разворачивать отдельно. Еще один совет для фронтендеров, как я уже говорил, указывается, что фронтендер-разработчику надо также иметь сеткор. В принципе, это не всегда надо, и для каких-то минимальных багфиксов фронтендер-разработчик может подключаться через тест layout-сервис тест-сервера. Тоже очень быстро можно фиксить какие-то фронтенд-баги без реального сеткор-инстанса на машине фронтендера, но с реальными данными. Еще совет используйте NuGet. Этого не было в GSS и появилось даже после выхода J-релиза через пару недель. Сейчас все сборки доступны, и, как я уже говорил, кастомизация контакт-резоллеров layout-сервиса. Для всего этого вам нужны будут сборки GSS, их всех можно скачать с myget-сорса сеткора. Все это почитать можно на GSS-doc-сайте. А также обсудить в Slack'е с новым логотипом. Там есть канал GSS, и там очень быстро отвечают разработчики самого GSS. Это очень полезный чат. Посоветую почитать еще пару человек. Первый это конфегия, это разработчик GSS. Вот у него есть свой сайт с блогами и свой Twitter. Очень много интересных советов по кастомизации. Еще более интересные советы у Corey Smith. То есть там человек реально кастомизирует layout-сервис с самыми разными способами. Ну и наш DevOps Антон Курьян. Есть очень интересный пост о том, как мы все это развернули на Node.js Linux сервере. Как я уже говорил, есть проблемы, но очень интересный блок-пост, тоже почитайте. Время вопросов. Еще можно обсудить сегодня с Валентином. Поднимайте руки. Спасибо за презентацию, было очень познавательно. Скажи, пожалуйста, сколько по времени разрабатывался ваш проект на данный момент? Вообще разработка очень длинная велась, но это потому, что, допустим, я был симпозиуми, то есть все растянулось месяца на три, но по-хорошему все это можно было сделать за месяц максимум. А без GSS? Конечно, быстрее. Быстрее, да? Да. Хорошо, и еще вопрос у меня был по поводу Layout Service вы почистили выдачу Layout Service, то есть можно ее как-то, скажем, делать для какого-то одного контента одну выдачу, для другого контента отдавать полную стандартную выдачу? В смысле контента? Ну, не контент, имею в виду, там, для одного дерева, например, Layout Service отдает стандартный output свой, для какого-то, например, другого дерева он отдает вашу очищенную. Ну, потому что мы делали это для всех, для полностью Layout Service. Вот, экстеншены, которые я показывал, они, ты можешь выбирать дерево, но именно чистка, да, это для всего. Возможно, как-то можно поиграться с этим, но... Окей, спасибо. Отличный вопрос, спасибо. Как обрабатывали Submit Form? Да, была у нас форма, контактная форма, просто реализовали свой IP-контроллер и на него отсылали. То есть, в принципе, это совет всего JSX-сообщества. У меня это дополнение к первому вопросу. Преимущество, вот стоит выбор, классическая разработка, там, Core, либо JSX. Есть какие-то уже конкретные плюсы-минусы, когда стоит замахнуть на JSX, JSX или нет? Ну, и что обстоят дела с PIDG-дитером и, ну, сервер-рендерингом? PIDG-дитером и сервер-рендеринг все так и остается. Как и уже интегрировать режим, все это манежется через Core Instant. То есть, все отлично работает. Преимущество, ну, я бы сказал, что это взгляд в будущее. То есть, все движется к PIDG-приложениям, к Headless, возможно, к каким-то статик-генераторам типа Gatsby. Мне кажется, все, если вы хотите к этому идти, то надо постепенно тоже себя менять. Вот. Ну, как я уже говорил в докладе, независимость фронт-энд и бэк-энд-разработки. То есть, фронт-эндер реализует компонент. Бэк-эндер только через свойства с ним связывается. Спасибо. Да, во-первых, спасибо за презентацию. У меня два вопроса. Первый, я где-то видел, что кто из комьюнити на GitHub предлагал тоже Helix решение для GSS-файлов. Использовали ли вы такое и вообще стоит ли таким заморачиваться? Да, я был на этом докладе. Это было на симпозиуме в Орландо и это разработчик Николих его зовут из Кавея француз, канадец. Вот. У нас полная независимость фронт-энд и бэк-энд-разработки, поэтому я предлагаю все-таки фронт-эндерам жить своей жизнью, а бэк-эндерам своей. Окей, то есть, у них у фронт-эндеров нету под папкой АП нет таких разбиений. Они, да, у них есть свой подход атомно-молекулярный, то есть, они сами решают, где и как. Точка связи это имя компонента и его свойства. Окей, спасибо. Второй вопрос больше тогда по сайт-кору. GSS, в принципе, из коробки хорошо поддерживает Experience Editor, но вот вы там часто кастомизировали контент-резолверы и так далее. Может, какие-то дликейсы? Да, отличный вопрос, спасибо. В документации GSS указано, что если вы используете контент-резолвер, у вас с ней будет поддерживаться патч-эдитер, но это не так, и все нормально поддерживается. Вы просто ваши свойства рендерите в режиме редактирования, то есть, генерится ДИФ, нужный для патч-эдитера, все отлично работает. Круто. Спасибо. Валентин, спасибо большое. Я хотел бы узнать, какой маппер вы использовали? Автомаппер. Это для мэппинга из глаз-мэппера в GSS. Вот. Как бы я знаю, что вроде бы от автомаппера ребята собираются отказываться, потому что он не очень производительный. В некоторых вещах довольно простых есть автомапперы, намного более производительные, чем этот. Я согласен, но это просто как пример вам. То есть, это не рекомендация использовать. Окей, я понимаю. Хорошо. Еще вопрос был у меня по рендеринг-тайпам. Вы, я так понимаю, использовали только JSON-рендеринги? Да. React, вот этот, который экспериментальный, рендеринг, не использовали? Хорошо. И правильно ли я понимаю, что вы все-таки пошли в integrated model? Пока мы все еще в прокси-режиме, и сейчас мы решаем с теми багами, которые я упомянул. То есть, у нас, в принципе, есть пару недель еще до выхода в live. Возможно, это как-то решится по проблемам все. Но проблема большая, я считаю. Я понял. все, 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 Так, я думаю, что хватит вопросов, можно будет задать Валентину в куларах последний вопрос. Время поджимает. У вас еще есть интересная часть, и я попросил, чтобы вам раздали номерки, и я хочу привести небольшой лутерею. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Дубровскому